Музыка Музыка Мне необходимо сделать УЗИ щитовидной железы. И хотелось бы уточнить, могу я пройти эту процедуру бесплатно по полису ОМС. Вы можете пройти УЗИ щитовидной железы бесплатно по полису ОМС, по направлению лечащего врача, либо заведующее отделение. Направление выдается по медицинским показаниям. В поликлиниках и больницах Новосибирска работают представители страховых медицинских организаций. К ним можно обратиться за консультацией, при необходимости за помощью, если у вас возникли вопросы или трудности при получении бесплатной медицинской помощи по полису ОМС. Кроме того, представители страховых компаний проводят анкетирование пациентов. Социологические опросы нужны для получения достоверной информации об удовлетворенности граждан доступностью и качеством медицинской помощи. Представитель ОМС всегда действует в интересах застрахованных. Если нет возможности на месте разрешить возникшую ситуацию, специалист разъяснит порядок обращения с письменной жалобой в страховую компанию или территориальный фонд ОМС Новосибирской области. Очень распространенные жалобы, вопросы, связанные со сроками ожидания, либо диагностических исследований, либо сроки ожидания стационарного лечения. Часто граждане интересуются, консультируются по вопросам, что они могут получить бесплатно по полису ОМС. Наталья Демидова работает в страховой компании около двух лет. Помимо высшего медицинского образования, она постоянно совершенствует свои знания в сфере ОМС. Недавно Наталья прошла обучение в рамках первого цикла подготовки представителей страховых медицинских организаций. Он проходил в апреле в Москве на базе кафедры социологии медицины, экономики здравоохранения и медицинского страхования Первого медуниверситета. В дальнейшем планируется регулярное обучение сотрудников страховых медицинских организаций различного профиля. Подготовка страховых представителей – это еще один этап перехода на страховые принципы российской системы здравоохранения. Требования к компаниям постоянно повышаются. Возрастает их роль в информировании граждан, привлечении к диспансеризации и сопровождении каждого застрахованного при оказании медицинской помощи. Эффективность их деятельности с этого года оценивается в том числе по работе представителей в медицинских организациях. Но это лишь одно из направлений в сфере защиты прав застрахованных граждан. Представители работают в поликлиниках и больницах не на постоянной основе, а в определенные часы. Перечень медицинских организаций, в которых будут дежурить специалисты, определяется страховыми компаниями, исходя из поступивших обращений граждан. Когда в данной медицинской организации не работает представитель, со специалистом всегда можно связаться, позвонив в страховую компанию, либо в территориальный фонд УМС. Рекомендуем также воспользоваться бесплатными таксофонами прямой линии УМС, установленными в поликлиниках города Новосибирска. Вскоре у граждан появится возможность позвонить на единый бесплатный федеральный номер. Контакт-центры должны быть созданы во всех регионах страны к июню этого года. Сейчас идет подготовка к запуску проекта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова